Я получаю удовольствие от людей вообще, я люблю людей, несмотря на то, что я знаю разных людей, я знаю, как люди бывают иногда странными и нелогичными, и, наверное, любя людей, неизбежно ты будешь и получать от них иногда. Но это не мешает мне до сих пор получать удовольствие от общения, то есть, в принципе, я могу сказать, что я получаю удовольствие от того, когда вокруг меня есть люди. Ну, также я люблю, очень люблю кино, например. То есть, я люблю вещи, я люблю те сферы культуры или те сферы искусства, где, опять же, что связано с людьми и где показана жизнь людей, где можно понаблюдать людей в естественных условиях. Допустим, художественное искусство, ну, не всегда. Да, а вот, например, кинематограф — это да. Я довольно коммуникабельный человек, и все, кто меня знает, говорят, что я слишком общительна. У меня очень большой круг друзей и круг общения. Я легко нахожу общий язык с людьми любого возраста, любого социального положения. Абсолютно нет проблем, ну, как бы, общаться и строить какие-то там новые отношения. Я люблю их. Конечно же, с годами это становится сложнее. Вот. И ты начинаешь более тщательно выбирать себе круг общения. Вот. Но да, я очень общительный человек. Я люблю все в меру. То есть есть место и большим каким-то компаниям. Иногда хочется закатить вечерину. Вот. Но по душам поговорить я тоже люблю. И есть иногда даже в этом потребность, наверное, с кем-то обсудить что-то такое более глубокое, чтобы общение было назидательным, а не просто там ха-ха-хи-хи. С годами это стал самый сложный вопрос. Что такое хобби? После того, как хобби превращается в твой способ заработать деньги, это перестает быть хобби. Поэтому я не знаю. Или там способ служения, или это тоже перестает быть хобби. Поэтому хобби, наверное... Я, давай так, я достаточно творческий человек. И я очень легко могу чем-то увлечься. И поэтому временные хобби в моей жизни бывают. Иногда меня накрывает, и я хочу повязать. А потом меня отпускает. Потом меня накрывает, и я хочу там поукрашать свою квартиру. И там начинаю что-то лепить своими руками. Потом меня отпускает. Но это такие большие способы разрядки. А вообще почти нет ничего такого, чем бы я продолжительное время занималась по этому, наверное. Ну, когда-то моим хобби было делать прически и делать людей красивыми. В итоге я стала парикмахером. И это перестала быть моим хобби. Какие качества меня привлекают в мужчинах? Их, конечно же, много. Но, наверное, если выделить главные, то это должна быть целостная личность, готовая меняться. И признавать свои ошибки, и осознавать свою нужду в момент нужды. И способную признавать эту нужду и перед Богом, и порой перед людьми. Потому что, ну, никто из нас несовершенный, и мы все периодически можем быть неправы. И для меня это одно из таких важных качеств мужчины, когда он честен сам собой и с другими людьми. С таким мужчиной безопасно находиться. Вот. Ну, а что касается моего будущего мужа, я точно знаю, что он будет посвящен Богу осознанно, так же, как я. И, скорее всего, для меня это единственная приемлемая основа для брака. То есть совместное понимание Бога, совместное посвящение Ему и друг другу тогда на этом основании. С недавних пор я поняла, что путешествовать — это здорово. Ну, я первый раз в своей жизни полетела на самолете, когда мне было 30 лет. Я не скажу, сколько мне сейчас лет. Вот, да. И до этого времени я постоянно выигрывала в одну игру, где чем больше ты чего-то не делал, тем больше ты получаешь очков. И в моей жизни было так много сфер, которые я никогда не делала. Например, я никогда не была за границей, никогда не летала на самолете. Я не умею плавать, и поэтому я никогда не плавала. Я не умею кататься на велосипеде, поэтому я никогда не каталась. И вдруг, и сейчас у меня просто все меньше и меньше шансов победить, потому что теперь я была за границей, летала на самолете. Вот. И получается, что после того, как я в первый раз полетела куда-то, и, кстати, это была конференция с Танем Друзьями, да, я поняла, что все, теперь это мое любимое времяпрепровождение куда-то ехать. Вот, поэтому я бы хотела путешествовать, ну так, в меру, скажем так, и путешествовать по делу. Я почти никогда не путешествую просто так. Единственный раз в прошлом году я повезла свою маму в отпуск, но это опять же было служение моей маме. Это всегда с каким-то смыслом, поэтому, а путешествовать это здорово.